Когда мы вспоминаем о мире футбола в 2009 году, нельзя не упомянуть о престижной премии Golden Boy, предназначенной для самых талантливых молодых игроков Европы. Тот год был невероятным в плане открытия новых звезд, которые обещали изменить будущее футбола. Сейчас, спустя годы, мы можем заглянуть в прошлое и оценить, насколько эти ожидания оправдались, и что стало с теми яркими молодыми талантами, которые боролись за звание лучшего молодого игрока года. Мы уже выпустили подборку номинантов 2010 года и далее, а сейчас поговорим о тех, кто еще не был героем наших видео. Не забывайте подписываться на канал, чтобы первыми смотреть наши новые выпуски, которые выходят на протяжении всей недели. А перед этим давайте проверим ваши знания футбола. Кто выиграл премию Golden Boy в 2008 году? Агуэро? Андерсон? Месси? Болотелли? Свои варианты ответов оставляйте в комментариях. А мы начинаем! Гаррет Бейл Открывает нашу подборку будущая легенда гольфа, который в 2009 году был еще молодой и полный амбиций вингер, начинавший проявлять свои невероятные способности в английской премьер-лиге, выступая за Торренхэм. Его номинация на премию Golden Boy была признанием его потенциального вклада в мир футбола. Тогда еще никто не мог предсказать, насколько далеко зайдет Гаррет. Следующие годы стали для Бейла периодом стремительного роста. Его техника, скорость и умение забивать голы мощными ударами привлекли внимание одного из самых титулованных клубов мира – Реал Мадрида. Переход в этот клуб в 2013 году за 101 миллион евро ознаменовал новую эру в карьере Бейла, где он не только укрепил свой статус как один из ведущих игроков мира, но и помог клубу завоевать множество титулов, включая пять лиг-чемпионов. Однако, несмотря на его успехи на клубном уровне, путь Бейла не был лишен трудностей. Травмы и отсутствие стабильности иногда мешали Гаррету полностью раскрыть свой потенциал. Тем не менее, его вклад в футбол и способность демонстрировать высокий уровень игры в ключевые моменты остаются неоспоримыми. За Мадридцев Вингер провел 258 матчей, забив 106 голов и отдав 67 результативных передач. Гол в Алийце в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля навсегда запомнится фанатам сливочных. И пусть под конец своего пребывания в Испании у Бейла возникали разногласия с болельщиками, он бесспорно может считаться легендой королевского клуба. За годы своей карьеры Бейл также сыграл ключевую роль в национальной сборной Уэльса, помогая ей достичь исторических успехов на международной арене, включая участие в финальной стадии Евро-2016, где Уэльс дошел до полуфинала и проиграл будущим чемпионом португальцам. Сегодня Гаррет Бейл является не только символом величия в футболе, но и примером того, как талант, упорство и труд могут привести к исключительным достижениям. В январе этого года Вингер повесил гутсы на гвоздь в возрасте 33 лет, проведя полгода в Лос-Анджелесе и теперь счастливо куражится на зеленых полях только теперь для гольфа. Еще один номинант на премию Golden Boy 2009, который в то время был одним из самых обсуждаемых молодых талантов. Восходящая звезда мексиканского футбола начинал свою карьеру в европейском футболе в Барселоне, где его технические способности и дриблинг обещали великое будущее. Переход до Сантоса в Тоттенхэм в 2008 году за 6 миллионов евро сулил новые возможности, но, к сожалению, он так и не смог полностью реализовать свой потенциал в английском клубе. Мексиканец путешествовал по различным клубам на правах аренды, включая периоды в Ипсвиче, Галтасарая и Рассинге. Там мексиканец сделал 13 результативных действий в 32 матчах, чем привлек внимание Вильериала, который выкупил игрока за 6 миллионов евро. За желтую субмарину Дос Сантос отыграл 74 матча, забил 18 голов и сделал 15 результативных передач, после чего понял, что в Европе ему больше не место. Важным моментом в карьере Дос Сантоса стал его переход в МЛС, где он выступал за Лос-Анджелес Галакси. В этом клубе он снова смог проявить свой талант на местном уровне, показывая впечатляющие результаты и став ключевым игроком команды. Его выступления в МЛС помогли ему восстановить репутацию как талантливого игрока. В Америке Джованни провел 88 матчей, сделав 47 результативных действий. На международной арене Дос Сантос всегда был важной частью сборной Мексики, помогая ей добиваться значительных успехов, включая победу на золотом кубке Конкакаф. Всего за национальную команду он отыграл 107 матчей и забил 19 мячей. Прошедшим летом Джованни Дос Сантос повесил бутсы на гвоздь в Мексике, играя за клуб Америка, так и не достигнув уровня мировой звезды, как ожидалось в начале его карьеры. Эден Азар В 2009 году Бельгиец уже проявлял себя как выдающийся талант в французском клубе «Лиль». Своим невероятным дриблингом и техникой Вингер обращал на себя внимание многих топ-клубов в Европе. Азар продолжал свое восхождение к вершинам европейского футбола, став ключевым игроком «Лиля» и помогая команде завоевать титул чемпиона в Франции в сезоне 2010-2011. Его игра была настолько впечатляющей, что вскоре он перешел в Челси за 35 миллионов евро, где его карьера вышла на новый уровень. В Англии Эден быстро стал одним из ведущих игроков не только в клубе, но и в английской премьер-лиге. Его креативность и способность решать исход матчей сделали его одним из самых захватывающих игроков в мире. С Челси он выиграл несколько крупных титулов, включая две премьер-лиги и две лиги Европы. Всего Бельгиец провел за пенсионеров 352 матча, сделав 202 результативных действия. На мой взгляд, Азар – самый лучший игрок в мире. Мы слишком сильно надеялись на него в прошлом сезоне. Он не может все делать в одиночку, хотя у него это почти получается. Это игрок мирового уровня. Нам очень повезло, что он есть в команде. Признавался капитан Челси Джон Терри в 2016 году. Переход Азара в Реал Мадрид в 2019 году за 115 миллионов евро был встречен большими ожиданиями среди фанатов и руководства. К сожалению, его время в испанском клубе было омрачено травмами и спадом в игре. Эден все время лечился, а когда возвращался на поле, уже не показывал того мастерства, которое очаровывало фанатов в Англии. За бланка с Вингер успел провести только 76 матчей, забив 7 голов и отдав 12 результативных передач. Катастрофа для футболиста, влюбившего весь мир в свою магическую игру. На международной арене Азар был ключевой фигурой сборной Бельгии, помогая ей достигнуть исторических высот, включая третье место на чемпионате мира в 2018 году. За бельгийцев он отыграл 126 матчей, забив 33 гола. Сегодня Эден Азар уже не является действующим футболистом, повесив бутсы на гвоздь прошедшим летом. Его путь от молодого номинанта на голден бой до одного из самых ярких звезд мирового футбола является вдохновляющим примером того, как талант, упорство и страсть могут привести к вершинам успеха, но в то же время показывает, что своим талантам нужно уметь распоряжаться. И этого бывает мало для стабильной игры на протяжении десятка лет. Ну а совсем недавно мы рассказали про бывший клуб Эдена лондонский Челси, который попал в нашу подборку провалившихся на старте сезона клубов. Если еще не успели посмотреть, мы вам рекомендуем это сделать. Томас Мюллер В 2009 году немец был переведен в основу Баварии из дубля и считался одним из ярких кандидатов на получение премии «Голден Бой». Его необычайный футбольный интеллект, умение находиться в нужном месте в нужное время и эффективность в атаке открывали перед ним большие перспективы. С тех пор Мюллер стал одним из самых значимых игроков в истории Баварии и немецкого футбола. Он играл ключевую роль в многих успехах клуба, включая многочисленные победы в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Его уникальная способность читать игру, а также невероятная работоспособность и техника сделали его одним из самых универсальных и эффективных игроков в мире. На международной арене Мюллер также оставил неизгладимый след. Его выдающееся выступление за сборную Германии, особенно на чемпионатах мира, где он не только забивал ключевые голы, но и был незаменимым игроком в тактических схемах команды, принесли ему мировую славу. Победа на чемпионате мира 2014 года в Бразилии стала вершиной его карьеры в национальной команде. Всего за Германию Томас провел 125 матчей, забив 45 мячей. Что особенно важно в карьере Мюллера, так это его постоянство и способность оставаться на высоком уровне на протяжении многих лет. Его непреклонный дух, гибкость и постоянное стремление к улучшению сделали его образцом для подражания для молодых игроков. Воспитанник Баварии уже успел провести за Мюнхенцев 679 матчей, сделав 498 результативных действий. Сегодня Томас Мюллер является не просто выдающимся игроком, но и иконой в мире футбола. Его путь от молодого номинанта на премию Golden Boy до одного из самых узнаваемых и уважаемых игроков в истории спорта вдохновляет футболистов по всему миру. Контракт игрока действует до лета 2024 года, но ходят слухи, что 34-летний немец продлит соглашение еще на год. Хавьер Пасторе Игра аргентинца в Палермо, куда он перешел в 2009 году из Уракана за 7 миллионов евро, демонстрировала исключительный технический набор навыков, творческий подход к созданию атак и способность забивать голы, что не оставляло равнодушным крупные европейские клубы. Переход Пасторе в Пари Сен-Жермен в 2011 году за 42 миллиона евро был важным шагом в его карьере. В Париже он стал частью амбициозного проекта, направленного на доминирование во французском и европейском футболе. Хотя у него были яркие моменты, Пасторе не всегда мог демонстрировать свой максимальный потенциал, иногда борясь с травмами и конкуренцией за место в составе. После нескольких сезонов в ПСЖ, где он выиграл 5 национальных титулов, карьера Пасторе пошла на спад. Его переходы в Рому и затем в Эльче были попытками восстановить форму и влияние на поле, которые он демонстрировал в начале своей карьеры. Если в Париже аргентинец сделал 103 результативных действия в 267 матчах, то в Роме на его счету было только 7, а в Эльче аргентинец и вовсе ничем не отметился. На международной арене Пасторе также имел период ярких выступлений за сборную Аргентины, хотя и не смог закрепиться как ключевой игрок национальной команды. За Аргентину он успел провести 29 матчей, забив 2 гола. Сегодня Хавьер Пасторе находится без клуба, а его последним местом прописки был клуб «Катар» из Дохи. Его путь является напоминанием о том, как сложно и непредсказуемо может быть развитие карьеры даже у самых талантливых футболистов. От аргентинца ждали явно большего, но он быстро сдулся, играя на топ-уровне и так и не смог вернуться на вершину. Аарон Рэмзи В 2009 году Валейц был на виду в составе лондонского «Арсенала», куда его привел Арсен Венгер из Кардифа за 6,4 миллиона евро. Рэмзи в ранние годы обладал прекрасным игровым интеллектом, хорошо распоряжался мячом в центре поля и умел задавать темп игры, поддерживая атакующий стиль игры канониров. Аарон быстро стал ключевым игроком «Арсенала», демонстрируя свою универсальность и способность вносить значимый вклад как в обороне, так и в атаке. Его лучший сезон наступил в 2013-2014 годах, когда он забил решающий гол в финале Кубка Англии, помогая Арсеналу завоевать долгожданный трофей. К сожалению, травмы не позволили Валейцу показывать стабильную игру в Англии, поэтому в 2019 году Арсенал не стал продлевать контракт с полузащитником, да и тот не горел желанием оставаться в Лондоне. Переход Рэмзи в Ювентус на правах свободного агента открыл для него новый этап и предоставил возможность продемонстрировать себя в чемпионате другой страны. В итальянском клубе он столкнулся с новыми вызовами, включая конкуренцию за место в составе и адаптацию к другому стилю игры. Хотя полузащитник и начинал в основной обойме, его время в Ювентусе оказалось не таким плодотворным, как ожидалось. Там он провел 70 матчей, сделав 12 результативных действий. Покинув Италию в прошлом году, Аарон перешел на правах свободного агента в Ниццу, но и там не задержался. И уже этим летом вернулся в родной Кардиф, где пытается помочь клубу вернуться в АПЛ. На международной арене Рэмзи оставил заметный след, выступая за сборную Уэльса. Он сыграл ключевую роль в историческом достижении сборной Уэльса, которая достигла полуфинала Евро-2016, показав невероятную игру лидерские качества. В общем и целом Валлиц отыграл 83 встречи за национальную команду, забив 21 гол. Сегодня Аарон Рэмзи считается опытным ветераном, который прошел через множество взлетов и падений в своей карьере. Его контракт с Кардифом действует до лета 2025 года, а сейчас полузащитник лечит очередную травму, из-за которой вылетел до января. Номинированный на премию Golden Boy англичанин считался одним из самых перспективных молодых нападающих в Англии. Его начало карьеры в Манчестер-Сити и затем переход в Челси за 7,25 миллионов евро демонстрировали его голевой потенциал и технические навыки. По-настоящему Даниэль расцвел после перехода в Ливерпуль в 2013 году, куда перешел за 15 миллионов евро, где он сформировал один из самых опасных атакующих дуэтов в Премьер-лиге вместе с Луисом Суарсом. Его способность к дриблингу, скорость и точные удары были ключевыми в успешных выступлениях Ливерпуля, особенно в сезоне 13-14, когда команда боролась за чемпионство. Как и в случае с многими героями нашего видео, карьера Стариджа была омрачена серией травм, которые значительно повлияли на его игровое время и форму. Эти травмы ограничили его вклад в последующих годах, и он часто боролся, чтобы вернуться к своей лучшей форме. После ухода из Ливерпуля Старидж пытался возродить свою карьеру в Турции, в Трабзанспоре, где получал бан заставки. Несмотря на 11 результативных действий в 16 матчах, его попытки вернуться на прежний уровень были затруднены повторяющимися травмами и нестабильной формой. Последним клубом англичанина был австралийский Перд Глори, где его контракт закончился летом 2022 года. Старидж долго искал себе новую команду, но так и не нашел ее, после чего решил повесить бутса на гвоздь прошлым летом. На международной арене Старидж также имел яркие моменты, представляя Англию на нескольких крупных турнирах, но так и не смог утвердиться как постоянный игрок основного состава. Всего за национальную команду он успел провести 26 матчей, забив 8 голов. От Даниэля явно ожидали большего, особенно после их перфомансов в связке с Суаресом. Но если уругвайц смог стать легендой Барселоны, то англичанин со временем просто потерялся. Тео Уолкот Еще один англичанин, который в 2009 году уже был известен в мире футбола благодаря своему переходу в Арсенал за 10,5 миллионов евро из Саутгемптона и раннему дебюту в сборной Англии. Тео являлся одним из самых обсуждаемых молодых игроков в Англии. Его скорость, голевые способности и огромный потенциал делали его одним из самых многообещающих талантов своего поколения. В Арсенале Уолкот превратился из молодого перспективного игрока в важного члена основного состава. Его лучшие годы на Эмирейтс ознаменованы моментами яркой игры, включая сезоны, когда он становился одним из лучших бомбардиров команды. Его скорость и способность завершать атаки были ключевыми в успешных выступлениях Арсенала. Тем не менее, как и многие другие талантливые футболисты, карьера Уолкота не была лишена трудностей. Травмы и нестабильная форма иногда мешали ему поддерживать свой высокий уровень игры. В 2018 году, отыграв 397 матчей за канонеров и сделав 188 результативных действий, он перешел в Эвертон за 22,5 миллиона евро, где продолжил демонстрировать свои способности, хотя и не с такой регулярностью, как в начале карьеры. На международной арене Уолкот также имел моменты взлета. Его включение в состав сборной Англии на Мундиале 2006 года в возрасте всего 17 лет было сенсацией, хотя он так и не смог утвердиться как регулярный игрок основного состава национальной команды. Там он провел 47 матчей, забив 8 голов. Сегодня Тео Уолкот воспринимается как опытный профессионал, который прошел долгий путь от «Чудо-ребенка» до ветерана Премьер-лиги. Прошедшим летом Тео завершил свою карьеру, проведя напоследок два сезона в родном Саундгемптоне. Дани Уэлбек Молодой англичанин уже в то время выделялся своими выступлениями за Манчестер Юнайтед и был одним из тех молодых игроков, которые вызывали большие надежды. Его способности на острие атаки, мобильность и голевой потенциал делали его одним из самых обещающих нападающих в составе Алекса Фергюсона. В МЮ Уэлбек демонстрировал важные качества нападающего, помогая команде в достижении значительных успехов, включая выигрыш Премьер-лиги. Его игра характеризовалась скоростью, умением правильно выбирать позицию и эффективностью в завершении атак. К сожалению для фанатов МЮ, Дани не смог конкурировать со звездами мирового масштаба в составе Красных Дьяволов, а после перехода в Арсенал в 2014 году за 20 миллионов евро его карьера была осложнена серией травм, которые значительно повлияли на его время на поле и возможности проявить себя. Несмотря на трудности в Арсенале, Уэлбек продолжал бороться за возвращение к своей лучшей форме и периодически демонстрировал моменты своего бывшего блеска. Его переходы в Уотфорд и затем в Брайтон были направлены на возрождение его карьеры. Сейчас под руководством Роберто де Дзерби Дани является опытным нападающим в составе чаек и помогает таким талантливым игрокам, как Эван Фергюсон, набираться опыта ВПЛ. Сегодня Дани Уэлбек воспринимается как игрок, который, несмотря на свои трудности, продолжает демонстрировать упорство и стремление, которые помогли Брайтону впервые в истории выйти в Еврокубке. И пусть англичанин так и не стал звездой мирового уровня, его можно назвать крепким игроком в сильнейшей Лиге мира. Переходим к победителю награды Golden Boy 2009. Игра бразильца за Милан была отмечена впечатляющим потенциалом, и уже в 20 лет немецкий портал Transfermarkt оценивал Пато в 35 миллионов евро, что в те годы было ошеломляющей суммой, и что привело к его славе, как одного из самых ярких бразильцев в Европе. В Италии Пато быстро стал любимцем болельщиков, которые называли его наследником Шевченко, благодаря своим зрелищным голам и выдающимся выступлениям. Его способность создавать моменты из ничего и эффективность перед воротами соперника делали его одним из ключевых игроков команды. Однако, несмотря на многообещающее начало, карьера Пато в Милане и в последующие годы была омрачена большим количеством травм. Эти повреждения значительно подорвали его возможности и привели к спаду, который затянулся на долгие годы. После ухода из Милана в 2013 году Пато перешел в Каринтианс за 15 миллионов евро, а затем его ждал еще ряд других клубов, включая периоды в Сан-Паулу, Челсе и Вильяреале, где он стремился возродить свою карьеру. Иногда Алишандро демонстрировал свои способности, но он так и не смог вернуться к своей лучшей форме, которую показывал в начале карьеры. В Сан-Паулу он забил 34 гола в 115 матчах, в Каринтиансе 12 голов в 42 встречах, а в Вильяреале и вовсе 6 голов в 24 матчах. Также в карьере бразильца были китайские Тианцзинь и Орландо, но даже на этом уровне он не был голевой машиной, чего ожидали после победы в Голденбой. На международной арене Пато провел 27 матчей за Бразилию, забив 10 голов. Сегодня Алишандро Пато воспринимается как игрок, чья карьера начиналась с больших ожиданий, но столкнулась с рядом трудностей. Его путь напоминает о непредсказуемости футбольной карьеры и о том, как талант и ранний успех не всегда гарантируют долгосрочное доминирование на высшем уровне. Сейчас Пато выступает за Сан-Паулу, где не является игроком основы, а в этом сезоне он 9 раз появлялся на поле, забив 2 гола. К примеру, Луис Суарес, также играющий в Бразилии, забил больше за один матч, оформив хэт-трик в недавнем матче с Батафога. Возвращаясь к номинантам на премию Голденбой 2009, мы видим широкий спектр карьерных траекторий, каждая из которых уникальна и поучительна. Эти игроки, однажды стоявшие на пороге мировой славы как самые яркие молодые звезды, прошли разные пути, иллюстрирующие радости и трудности профессионального футбола. Друзья, кто из героев нашего видео разочаровал вас больше всего? Пишите в комментариях, нам будет интересно почитать ваше мнение. Ну а напоследок хотим порекомендовать посмотреть видео о том, как один парень буквально грабит популярную игру Lucky Jet и делится этим секретом заработка со своими зрителями. Вам нужно просто кликнуть на видео, посмотреть его, исследовать инструкции. Зарабатывайте и вы. Всем удачи!